Вы удивитесь, но абсолютно все повседневные дела можно превратить в медитативную практику. Для этого всего лишь нужно сконцентрироваться на выполняемом вами действии, погружаясь в него полностью. Ведь медитация — это сосредоточение разума на объекте. На самом деле это не так легко, как кажется, но при определенной заинтересованности вполне выполнимо. Начнем, пожалуй, с приема пищи, действия, которые мы выполняем ежедневно, причем не единожды. Давайте вспомним, как мы едим. У обычного современного человека чаще всего еда сопровождается просмотром телепередач или чтением, то есть прием пищи при таком отношении и настроении уходит на второй план. Мы механически съедаем свою порцию и отправляемся выполнять насущные дела. Мы даже не заметили самого процесса, не осознали его. При таком раскладе стоит ли удивляться перееданию и ощущению тяжести в желудке? Как рекомендуют специалисты, к приему пищи следует подходить ответственно. Ведь то, что мы едим напрямую влияет на наше телесное и даже психическое состояние. А всегда ли мы способны уловить чувство голода? Ведь, как ни странно, зачастую мы прибегаем к еде, чтобы занять время или отвлечься от беспокоящих нас мыслей. И здесь возникает извечный русский вопрос – что делать? В первую очередь нужно научиться, различая чувство голода. Тогда, соответственно, мы сможем своевременно уловить и чувство сытости. Между приемами пищи должно проходить 3-4 часа. Это позволяет организму правильно усваивать пищу и поддерживать здоровый обмен веществ. Далее идет визуальная оценка блюда. Это может показаться странным, но нам нужно понять свое отношение к нему. На самом деле это просто. Хочу-не хочу, нравится-не нравится. И тут запах – важная составляющая нашей оценки. По нему мы можем определить, полезен ли данный продукт именно нам. Если запах резкий, отталкивающий или слишком интенсивный, значит продукт нам не подходит. Важно распознать ингредиенты блюда, понять, что именно мы употребляем. Ведь химические добавки, которые используют в современном производстве, пагубно влияют на организм человека. Возьмите в привычку интересоваться составом продукта и читать этикетки. Со временем вы будете делать это машинально. Более того, наступит момент, когда вы сможете быстро определять полезный данный продукт для вас или нет. Приступая к еде, можно успокоиться, ощутить текстуру столового прибора. К примеру, если вы едите фрукт, потрогайте его, прочувствуйте поверхность, температуру, ощутите запах. Движения во время еды должны быть осознанными. Почувствуйте вкус еды, поймите его. Вы не забыли, что мы говорим о погружении в процесс? Уловите, как меняется ваше настроение, как приходит сытость. Во время еды занимайтесь едой. Отключите видео, отложите книгу, избегайте ссор и споров во время еды. Процесс приема пищи должен проходить в благоприятной обстановке. Ну что же, не знаю, как вы, а я себя уже убедил. Резюмируя вышесказанное, пришел к выводу. Нужно в корни вынять свое пищевое поведение.